Итак, всем трем и доброго времени суток от канала Лэйзи Дмитрия или Ленивого Меня. И если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, ну поставь там лайк, дизлайк, в комментариях что-нибудь напиши, а то и подпишись, еще и колокольчик нажми за компанию. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне поддержка. Все, с вводной закончили. Ну что, решил я поиграть в такую не менее древную, чем предыдущая игра, хрень под названием «Властелин колец. Битва за Средиземью». Ну как решил поиграть? Вспомните, ёлки-палки, сколько раз она играна. Ну почему бы еще раз нет, правильно? Тем более на запись. Надо же чем-то контент на канале разбавлять. Так, ну, обучение мы проходить. Или пройдем, послушаем. Не, не хочу. Нафиг. Я это уже проходил. Нифт, юг, ноу. Так, играть мы будем, ну, естественно, компания и за компанию света. Почему за компанию света? Потому что компания тьмы, извините, скучная. Там, так, средняя-средняя. Нафиг. На высокой геморройновато становится. Компания тьмы откровенно скучная, народ. Взять хотя бы тот факт, там и героев меньше, и сюжетных моментов меньше. Ну и в целом, скажем так, не все, слава богу. Щелкните кнопкой мыши, чтобы начать игру. Ой, это ж по-русски все. Ха! Я и забыл, насколько хорош тот диск. Мордор, земля темного владыки Саурон. Здесь все в его власть. Кошмар. Мина стирит. Саурон воюет со всем Средиземья. Если его не остановить, все поглотит тьма. Ужас. Хранителем единого кольца стал Фродо Бэггер. А они по своей воле. Если избранный кольца, состоящим из представителей всех свободных народов Средиземья, он должен отправиться в путь к Роковой горе и уничтожить кольцо там, где оно было создано. Давайте быстро повторять. Краковой горе, краковой горе, краковой, 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 краковой. Краковая гора, краковая, кварковая. Ну что, двинули? А, ну да. Надо выбрать сначала. Мори, эй. Мори, мори, мори. Та-та-та-та, мори, я. Чё-то там, траля-ля-ля. Блин, забыл слово. Смешная песенка. Ну что, первая, так сказать, карта. Да, ну. Да. Великолепное королевство гномов. Да. Теперь море превратилось в мрачный лабиринт, населённый гоблины. Кошмар. Ну, кто фильм помнит, это момент, когда они, собственно говоря... Я поставил... Попадают в море, после того, как с озёрным Тункидом островом воюют и так далее. Ну, неважно. Разрешение я поставил максимально возможное, которое там есть. Качество, по-моему, высокое. Тут, знаете, на самом деле разницы большой нет. Что высокое, что низкое. Один хрен всё квадратное. Как это? Не зато мы эту игру любим. И так, собственно говоря, в этой первой части нас, по большому счёту, учат управляться с героями. Не с войсками, прошу заметить. С героями. Не путать. Герои — это совсем другое дело. Ну, давайте, давайте. Хватит нам представлять. А вот и наши супермены. Это Гимли. Скорее уж похоже на гробницу. Это Баромир. Это Гендаль. Вы должны войти во мрак моря. Так, проведите братство кольца через подземелье моря. Все члены братства должны остаться в живых. Убейте Балрога. Нормальное, да? Убейте Балрога. Все помнят историю вообще, да? Как он погиб. Дополнительно. Дети предискусок сокровищ. Все герои должны дощечь того ранга. Получить новую способность. Так. Ну, сила. Силу мы будем получать за прохождение, значит, карт. На разных картах различное количество очков. И вот тут на самом деле сложность. С одной стороны, повышение урона на 7 героями на 50% пассивная способность. Это круто. Согласитесь. То есть у нас толпа героев, и на 50% у всех повышается урон. Это круто. Но. С другой стороны. Исцеление на ранних воскрешения. Одна убита в каждом отряде. Лучше вот это. Ну, тут у нас не отряды. Но сама по себе вот эта способность, она просто офигительна. Так. Что мы... А, ну да. Этот звук. Вот этот. Тун. Это означает, что мы выполнили одну задачу. Итак, небольшое представление. Гендальф. Самый имбовый герой в плане способностей. Их у него хоть жопой жуй, сами видите. Вплоть до десятой. Это, короче, полный трындец. С ним еще и ознакомимся. Герой достаточно мощный, но именно как способности. Арагорн. Первого-наперого умеет лечить. Тоже исцеление. То есть почему я взял вот эту штуку? Потому что тогда у нас будет два исцеления. Все-таки Ацелос в Арагорн. Но он так себе. В целом, неплохой боевик первого уровня. Но, ну, в общем, скажем так. Могли бы его как-то повеселее, поинтереснее сделать. Каких-то особых способностей. Да вот. Ну, не сказал бы я, в общем, что он суперкрут. Не знаю. Мне он не очень нравится именно в игре. Леголас. Имба без вариантов. Просто имба-имба-вишая. Первая способность это сдвоенная стрела. Тут копте сокола написано. Ну, сдвоенная стрела, если помните. Он таковой атаковал тролля в этой же море, в фильме. А потом еще по слону в затылок запулил что-то подобное. Ну, в общем, просто увлечение. Жутко быстрый. Как в атаке, как и в перемещении. И жутко дальнобойный. Имбище просто невероятное. Этого чувака можно поставить... Вот если его поставить в труднодоступном месте, куда сразу не залезешь, считай вражеским войскам Кирдык. Без вариантов. Сам по себе просто великолепен. Гимли. Первая способность бросок топора. Ну, понятно. Атака в дальнобойном месте, еще большой урон. По-моему, знаете, самый простой герой из всех и самый продуманный. Всего три способности. Сам по себе достаточно крепкий. У него есть эскейпы, у него есть атаки. В общем, увидим. Барамир. Самый отвратительный герой. Без вариантов. Боевой, да, неплохой. Но активных способностей, считай, нет. Это вообще только на втором уровне. То есть, каких-то активных, именно боевых способностей просто не присутствует. И, ну, сами видите. В общем, если Гимли, это, знаете, такой... Ну, у него все боевые способности. Все. Убийца, прыжок и так далее. Прыжок, кстати, это, кто помнит, в фильме битва, там, две башни, что ли, или как у Гоблина, две сорванные башни, где он там сиганул в толпу орков с этой, со стены. Ну, здесь слегка доработали. В общем, Барамир это отстой, реально. Ну, и дальше Хоббиты. Они все абсолютно идентичны. Фродо, Сэм, Мэри и Пиппин. У них даже способностей пока нет, только смена нас. Ближнего урона на дальний. Естественно, мы ставим дальний. Почему? Потому что урон ближнего боя 30, урон в дальнем 40. Для, чтобы вы понимали... А, ну, в принципе, пока что тут не намного больше. Но вот у него урон в ближнем бою 100, например. Ну, у Легаласа урон компенсируется скоростью, так что нормально. Им мы, естественно, ставим дальний бой, потому что этих ребят потерять очень легко. Кстати, у Фродо еще разница. Видите, какой у него меч? Вот. И какой у Сэма? У Фродо меч начинает светиться, когда враги рядом, но я бы не сказал, что это... Оп, кстати, способность откатилась. Вот этот рандел всегда в нужный момент. Ну, что, двинули? Вот. Хоббиты у них... Не надо было нам приходить сюда. Ой, да ладно. Вообще не надо было, согласен. У Хоббитов абсолютно идентичные способности, за исключением Фродо, у которого потом появится еще этот фиал-галадрель. Так, к сожалению, никакого 1, 2, 3 тут нет. А, нет. Топ! Есть! Опа, я Ctrl-1 выделил. И они все выделились. Будем надеяться, что наше присутствие останется незаметно. Захватить здание! А вот тогда понеслась. Так, значит, вот эти штуки, это увеличение уровня. Усовершенствование ветерана. Так, давайте-ка мы... Ай, да ладно, в целом. Торопиться не будем. Так, первым делом надо совершенствовать Гэндальфа. Потому что он у нас в конце будет воевать с Баларагом здесь. Итак, первая способность Гэндальфа. Мощь врага отбрасывает врагов назад. Имбище невероятное. То есть такая хрень вот к себе вот так вот. Вот так вот вокруг тебя. Вот я показываю мышкой. Враги стоят, Гэндальф направляют посох и вот всю вот эту ходу вот такого вот диаметра нахрен сшвыривает назад. Клинок-молния. Ну вот, бьет по площади. Тоже штука классная. Очень классная. Но... Сэм, не тупи. Голота и не бриллианты. Точно. Это был Мифрил. Точно. Мифрил? Мифрил. Будьте насторожены. В мире есть твари гораздо более стражные, чем орки. Это точно. Снише. Гоблины рядом. Ужас. Ого. Вот Леголас пошел. Вы смотрите, вот он настреливает. Вы на Леголас посмотрите. Ребята даже замахнуться не успевают. Толком. Все. Как я уже говорил, и обратите внимание, вот даже на опыт, если посмотреть, ну, ладно, Хоббитам повезло в самом начале. Но, как я уже сказал, Леголас это имбище просто невероятнейшее. Так. Вообще, по-хорошему, Гэндальфа надо подальше держать. Потому как я хочу всем повысить уровень. Все. Обратите внимание, дальность Леголаса. Грязная тварь. Грязная тварь. То есть. А, да, кстати, у Гэндальфа еще посох светится. Я не знаю, зачем это нужно. По-моему. По-моему, просто так. Ну, то есть какого-то... Здесь таится не дремлющее зло. Понюхивать людей. Вот. Пошел. Отстрел. Засранцы. А, кстати. Нельзя. Зачем я так делаю? Это для того, чтобы ребята набирали уровень. То есть у Гэндальфа уже максимально. Здесь... Здесь за один уровень, за один вот этот уровень, за одну карту можно получить один или один уровень. Стабильно ты можешь получить. Можно получить и второй, но накопление опыта будет просто запредельно медленным. Я не знаю, с чем это связано, серьезно. Но это очень медленный, просто жутко медленный процесс накопления опыта для второго уровня. Давайте сохранимся. И... Течение. Короче, вот опыт набирается очень-очень медленно. Так. Сейчас нам надо сделать следующее. Во-первых, нам нужно вывести наших засранцев вперед. Слегка подкопить ими опыта. Сейчас вот так вот мы сделаем. Ага. Хорошо. Сменить на камни. Вот это, кстати, удобно, что у хоббитов... Им как бы всем говоришь, они делают. Так, Леголаса выводим вперед. Этих засранцев сюда. Сейчас попробуем хоббитами быстро опыт накопить. Тут у нас такой вот... Нехороший засранец у нас. Понял. Это что, тролль? Помогите! На помощь! Все, хана. Защищайте полуросликом. Прода! И вылечем. Защищайте хранителя сольцов! Да отойди ты оттуда, мудак, блин! Ну ты смотри, прицепился к нему, а! Отойди оттуда, елки-хури! А, в Гендальф что-то стреляет? Ну, в общем, вы видели, да? Так себе была идея. Меточку. Почему? Почему ты опять не выбрался, Сэм? А, нет, это... Дай быстрее, иди сюда. Засранец. Давай, 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 давай. Смотри, да что ж такое? Сейчас ты умрешь! Вот, ну то есть с одного удара он его уложил. Так, вопрос, кого сейчас качнуть? Боромера? Тогда у него появится активная способность. Легалас уже все. Он уже почти получил свое. Давайте Федора. Нет, давайте Сэма. У него меньше всего. Ну, просто мне так удобнее будет потом. Чтобы они не мешались под ногами. Знаете, у хоббитов есть одна проблема. Когда их переключаешь на дальний бой, они могут, убив одного противника, просто встать и ни хрена не делать. То есть буквально. Они просто прекращают атаку. Я не знаю, с чем это связано, почему это так, нафига это так сделали, но вот есть, к сожалению, такой баг. То есть... Понятно? То есть непонятно... Причем, когда у них мечи, они, наоборот, кидаются на противника. А когда у них камни, они как-то так тупят. Достаточно сильно. Ну, вот видите, да? То есть Айда пошел. Пошла веселуха. Набираем, набираем. Идет драка. Сам отвали. Так. Не тупи. Да. Леголаса чуть того. Не пришили. Ну, по первости, да. Все-таки первые уровни. Как говорится... Помню этих мест. Ой, да ладно тебе. Подгоняем... Вот там они начали лечиться. Ну, подгоняем Арагорна. Шандарах. В целом... Вот видите, даже на втором уровне, да, его способность не лечит целиком. Даже на втором уровне. Уж казалось бы. Собственно, почему бы и нет. Но вот... Так. Вот тут у нас дополнительная точка. Сейчас мы на нее прогуляемся нашими хоббитами. Будем надеяться, что их тут никто особо не ждет. Большой и страшный. По-моему, нет. По-моему, больше тут огров нету. Переключимся. Да, нормуль. Я этим займусь. Сейчас разберемся. Вот видите, пока на них в упор не... А если бы ребята стояли подальше, да, они бы со своим камнями просто прекратили атаковать. Почему камни? Ну, они больше урона наносят просто-напросто. По чуть-чуть, но все-таки. Десяточка урона тоже, знаете, роль играет. Давайте по-быстрому. Чалты. Раз. Два. Три. Тебе конец. Отступи. Четыре. Хорошо. Еще один мелкий второй уровень огреб. Кстати, а вот, пожалуйста. Еще плюс один. Ну, теперь и на 50% больше урона. Правда, интересный факт. А, ну да, 40-50. Но тут что-то не совсем понятно. Тут 30-40. То есть как бы ничего не изменилось, да, вот тут. Почему-то не прописывается это. И непонятно, работает она. Она, все мои, героями на 50%. Ну, а как было 30-40, так и осталось числовое значение. Черт его знает. Так, ну что, кого качнем? Можно легаласу еще один уровень цапнуть. В целом. Мелкие сейчас прокачаются в бою. В общем-то. Знаете, давайте-ка легаласу действительно качнем еще один уровень. Лучше. Это у нас четвертый. Второй. Пятый. Это на этого вообще насрать с высококолокольня. Да. Лучше легаласу. Потому что в плане именно... Ну, в общем, это один из самых классных персонажей. Пусть лучше он будет прокачанный. Так. У тебя камень. Тебе тоже камень. Чтобы в бой не лезли. Так. Почти по одному уровню от каждого. Это хорошо. Ну что, пошли. Помните, да, это место. Где тут... В колодец, случайно, кто-то из хоббитов. Я вот не помню, кто из них. Мэри или Пиппин. А вот тут, кстати, идут вставки из фильма. Это тут, как его, Балин или кто там лежит-то? Король. Последний король. А. Да. Последний. Даже удивительно. А что с ним еще тут могло случиться? Если подумать. Ну, здесь немножко упростили момент. Начи вперед. Говорит, поближе подойдите, чтобы тоже участвовать. Но не настолько близко. Ну, чтобы вы поняли, как это работает. Вот так вот. Бах! Понятно, да? Ну, что ты не делишься-то? Ой, все, давайте, делимся-то делимся. Вот так вот. Так. Ого. Хорошо, Мэри прилетела. Один-один-один. Один-один. Давай-давай, накачивайся, ну. Черт. Блин, не прокачивайся. Блин, не прокачались, а, паразиты. Это плохо. Это не атака, это просто... А, нет, это атака. Боромир, не помирай. Боромир, не помирай. Ага, все, второй-второй. Слышали, да, там? Пумс, еще один, все. Еще одно задание выполнено. Это, знаете ли, дополнительные очки. Но, и самое важное, это именно прокачка. То есть, основное, все-таки, то, что прокачались. Сейчас стоим, ждем, пока все выхилятся. Потому что ждем отката этих способностей. Вот этой, что самое важное. Ну, сейчас, сейчас они отхилятся немножко. Боромир, самое главное. Ну, пожалуйста. Рок Гондора. Ну, услышав звук этого рога, враги заставают от ужаса. Единственная, блин, его, по сути, активная способность, это фигня. Вот эта боевая активная способность, которая все, что делает, это просто заставляет всех вокруг него замирить на некоторое время. Она не снижает брони у них. Она не заставляет их разбежаться, например. То есть, ну, блин, я не знаю, короче. При этом даже вот лидерство поднимает боевый дух, находящийся рядом воинов, 100% урона. Ну, блин, хотя бы ему тоже добавляло это урона. Ну, не знаю. Все. Ой, что такое? А, сорян. А, клавиша. О! Так, ну все. Побежали. Здесь не надо слушать страшную музыку. Это все фигня. Страшная музыка тут чисто, так сказать, для антуража. Торопиться не надо. То есть... Ну, сейчас уже можно особо не париться. Спокойно, так сказать. Ну, это просто ближний бой. Боромер, это вот так вот. Вот. Он сует меч и... И вот все замерли. Видите, стоят ресурсы. Так, ну, это плюс 100 урона, плюс 100 брони на время. Остальных, остальных, ну, тут способностей нет. Но дело не в этом. Здесь еще один сундук есть. Если помните, у нас вот здесь вот дополнительно найти 5 сундуков сокровищ. Они повсюду. Домные плавили помогут. Укоротить на тебя наговоры. Я спрашиваю, это твой последний вздох. Уберегись! Так, ну что? Кому еще один уровень дадим? В принципе, можно и Фродо дать уровень. Ой, хорош. Он нас еще не атакует. Не ворчи. Так, это не третий уран. Это все, это максимум больше уровня тут не получишь. Насколько мне известно. Ну и смысла в этом нет, на самом деле. Кого подкачать? В принципе, знаете что? Наверное, Боромера. Потому что будет там ситуация, когда этому засранцу будет нужен дополнительный уровень. Так что пусть он у него лучше будет. Вот. И 5 сундуков сокровищ. Почему 5? Мы нашли, по-моему, только 3. Ну ладно, будем считать, что это ошибка перевода. Ничего страшного. Тут я просто осматриваю территорию, так сказать, карту очерчиваю. По сути, это ненужное занятие, но... Ну, в общем-то, да, действительно, оно не нужно. Сейчас, кто помнит, будет побег через вот этот, да, через вот этот мост. Здесь я говорю еще раз. Сейчас быстренько пробежимся. Все, так сказать. Посмотрим. Так, все здесь осмотрено. Пошли. Вот тут веселуха. Здесь есть... Вот, вот, блин, ну тут не видно, к сожалению. Вот здесь вот стоят гоблины. Да, да, побежали, побежали. Кстати, удачно, что легалаз застрял. Я чувствую присутствие великого зла. Так, я чувствую присутствие... Чуть не менее великого добра. Что такое? А, да-да-да, вот они. Выскочили. А, вот нам камеру развернули. Это замечательно. Вперед. А что нам тут? На что нам тут показали? А, сдвоенный выстрел? Зачем? Что за бред? Легалаз, не тупи, а. Он прямо атакует. Ну, сейчас тут только стоять. Ждать, пока легалаз со всеми разберется. Но, благо, они сосредоточились на более или менее бронированных героях. Баромир, он достаточно крепкий. Так-то по броне все-таки. Я не знаю, насколько он крепок, но урон держит. Видите, вот сейчас он его как бы стреляет-стреляет. Практически... Да, легалаз совсем не забрался. Сейчас деденька легалаз покажет фокус, да? Ну, в общем-то, финальный замес с Баларагом уже скоро. Мы к нему яростно приближаемся. К сожалению, это будет сольный концерт господина Гэндальфа. Вот. Никакой командной работы здесь не получится сделать. Что меня, честно говоря, в свое время очень сильно удивило. Чушь полная. Призываемый Балараг убивается... Да-да, конечно. При... Призванный Балараг убивается... Получай. Вам, видите, фильм пошел. Ти-ш-ш-ш. А, эй. А где атака-то? Гэндальф, ты что, ошалел? Что сейчас было? Он слил атаку? Ох, бляха-муха. Вот это плохо. Гэндальф тут у нас уже покоцанный, блин. Быстрее накапливай, 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 ну. Есть. Вот так. Хорошо. Ступай, отступай. Не тупим. Нет, назад-назад, в другую сторону. По счастью, этот дядя очень любит скакать по всей карте. Вот. Вот, видите, вот, типа тут что-то из себя корчит. Непонятное. Проблема в том, что на прицел Гэндальфа второй способностью нужно время. Но у меня есть вот эта штука. Главное отступить. Главное вовремя отступить. То есть, не тупим, не тормозим, быстро отступаем. Можно остановиться. Теоретически, может, теоретически он может успеть немножко подлечиться, так сказать, сам. Гэндальф, я имею в виду, будет стоять на месте. Но это маловероятно. Тише, тише, тише. Все, улетай. Улепетывай. Ага, так. Куда он? Туда. Значит, стоим тут, ждем. Раз. Два. Все. Гэндальф залечен. Именно поэтому эта способность, она просто имбовейшая. Она очень мощная, очень хорошая, очень надежная. Лечит как большие отряды, так и... Ну, то есть, она просто всех лечит, понимаете? Как героев, так и отряд. В отрядах она еще и воскрешает по одному павшему на отряд. Все, победа. Какого? Корейского балрога? Я знаю, что он сказал о Марийском. Вот так вот мы испортили всю историю. Гэндальф выжил. Вот такие мы нехорошие люди. Собственно, вот здесь вот подсчитывается, чего, куда, зачем. Вот тут задание. Я не знаю, зачем эти очки. Вот этот счет общий. Что это дает? Нафига? Может быть, в какой-то рейтинговой таблице? Ну, блестящая победа. Сила плюс один. Сила это вот очки, которые я брал на исцеление и так далее. Ну, собственно, весьма неплохо. Пока что тут, по-моему, сейчас выбора миссий не будет. Насколько я помню. Вроде бы. Бегство моря. Сила плюс один. Да, вот она. Или все-таки сейчас будет одна. А! Ага. Ну, ладно. Но Элмер и его воины будут защищать... Да что ты будешь делать? В мирной деревне уже в следующем видео. Поэтому давайте сохранимся. Вот. Ну, а пока всем огром... Как там? Ну, а пока что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях и так далее. Ссылка на плейлист, на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну, а пока всем пока-пока. И до встречи в следующем эпизоде, где мы продолжим яростно громить силы тьмы. Ну, и развивать свою войску там. Ну, в общем, ресурс там зарабатывает. Ну, это вся эта фигня. Это не важно. Главная сила тьмы будем громить. Все. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok